Уходящий президент делает последнюю попытку защитить свое детище Обама Кера. Обама Кера вызывает самые яростные споры между демократами и республиканцами. Вчера президент Обама лично приехал в Капитолию, чтобы в последний раз попытаться встать на защиту своей реформы медицинского страхования, ставшего визитной карточкой его пребывания в Белом доме. Приезд редкий, особенно символичный, поскольку совпал с приездом в Капитолий избранному вице-президента Майкла Пенса, прибывшего напомнить своим сторонникам обещание избранного президента Дональда Трампа отменить закон Affordable Care Act. Процедура замены Обама Кера начнется, как и положено, через законодательный процесс предстоящей недели и месяцы. Американский народ в ноябре проголосовал за перемены. Мы намерены сдержать обещания, данные американскому народу, и отменить Обама Кера посредством решений, которые позволят удешевить медицинскую страховку. У демократов же очень ограниченное поле для маневра, чтобы защищать этот закон. Скорее всего, они будут делать упор на то, что его отмена может вызвать волну недовольства в стране, и что у их противников нет готового проекта, чтобы его заменить. У них нет никакой идеи. Они собираются сначала отменить, а потом подождать, пока появится новый план. Но нельзя разрушить дом, не построив новый, в котором люди могли бы жить. До вступления закона в силу 47 миллионов американцев из 320 миллионного населения жили без медицинской страховки. С 2010 года 20 миллионов человек получили доступ к медицинскому обслуживанию. Подписанный Обамой в марте 2010 года после долгих парламентских баталий Affordable Care Act с тех пор был объектом более 50 попыток республиканцев отменить его частично или полностью. Они обращались даже в Верховный суд США. Консерваторы считают этот закон вторжением государства на рынок медицинского страхования. Дональд Трамп назвал его катастрофической ошибкой. В здравоохранении мы избавимся от Обамакэра и займемся разработкой плана действий для упорядоченного и плавного перехода к рыночной системе медицинского страхования. Обамакэр привел к двукратному увеличению страховых взносов и наша задача предоставить пациентам выбор. Впрочем, сразу после своей единственной встречи с Бараком Обамой в овальном кабинете Белого дома в середине ноября Трамп смягчил тон, заявив, что можно обойтись только поправками. Белого дома в середине ноября